Сообщается, что Муаз ибн Джабальда будет доволен им Аллах, сказал «Однажды я сказал, о посланник Аллаха, какое дело мне позволит войти в рай и удалить меня от огня? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, ты спросил о великом деле, но поистине оно будет легким для того, кому Аллах Всевышний облегчит это, поклоняйся Аллаху и никому более наряду с Ним, совершай молитвы, выплачивай закят, постись во время Рамадана и соверши хадж к дому». Потом он сказал, «Не указать ли тебе на врата благо? Это пост, который является щитом, и садака, которая тушит прегрешение, подобно тому, как вода тушит огонь, и молитва человека глубокой ночью, после чего прочитал аят, «Те, которые отстраняются боками своими от лож, взывая к Господу своему со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили». И не знает ни один человек, какая радость скрыта для них в воздаянии за то, что они делали. Потом он сказал, «Не поведать ли тебе о главе того дела, его столпе и его вершине?» Я сказал, «Дау, посланник Аллаха». Он сказал, «Глава этого дела – ислам, столб его – молитва, а вершина его – джигад». Потом он сказал, «Не поведать ли тебе о главной части всего этого?» Я сказал, «Дау, посланник Аллаха». Тогда он взял свой язык и сказал, «Придерживай у себя это». Я сказал, «О, пророк Аллаха!» Так с нас и в самом деле спросится за то, что мы говорим? Он сказал, «Да лишится тебя твоя мать! А разве будут ввергать людей лицами в огонь за что-либо, кроме их клеветнических речей?» Этот хадис привел Ат-Тирмиди и сказал, «Это хороший, достоверный хадис». Слова Муаза о посланнике Аллаха, «Какое дело позволит мне войти в рай?» Указывают на стремление сподвижников к раю, к делам, которые приведут их в рай. Как сказал Аллах, «Этот рай дан нам в наследство за то, что вы совершали». То есть за дела, которые стали причиной вхождения в рай. Пусть Аллах сделает нас из его обитателей. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Ты спросил меня о великом деле». То есть это будет не так просто. Но это важный вопрос. Затем добавил, «Но поистине оно будет легким». То есть для кого-то это будет легко. Как сказал Всевышний Аллах, «А тому, кто отдавал милостыню, признавал Аллаха, мы облегчим праведные дела». Прошу Аллаха, облегчите нам и вам. Слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, «Садака тушит прегрешение». Тут вспоминается Али ибн Хусейн, внук Али ибн Абуталиба. Передается, что он нес на себе мешки с продуктами, ища нуждающихся людей. И передается, что он долгое время тайно разносил еду, ставил их по ночам у дверей бедняков, и никто не знал, кто им приносит еду. До тех пор, пока он не умер, после его смерти люди перестали находить еду у своих порогов. Так они и поняли, что это был он. Дальше пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, молитва человека глубокой ночью. И на самом деле, молитва в последнюю треть ночи – это самая лучшая, самая достойная молитва после обязательных молитв. Ибн Масуд говорил, «Превосходство ночной дополнительной молитвы над дневной подобно превосходству скрытой милостыни над явной». Затем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит Муазу, «Не поведать ли тебе о главе этого дела, его столпе и его вершине? Глава или голова этого дела – ислам, а столб или опора – это молитва. Если нет опоры, то здание падает. А вершиной этого является борьба на пути Аллаха». Затем добавил, «Не поведать ли тебе о главной части всего этого?» То есть то, что охватывает все перечисленное. Муаз сказал, «Скажи, о посланник Аллаха». Тогда он взялся за свой язык и сказал, «Придерживай у себя вот это». Муаз спросил, «О посланник Аллаха, неужели мы будем спрошены за то, что мы говорим?» Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Да лишится тебя твоя мать». Эти слова, хоть внешне и кажутся мольбой против Муаза, но это были слова арабов, которые говорятся, не имея плохого смысла, как «Да покроются твои руки пылью» и тому подобные слова. Они не несли в себе смысл мольбы против человека или проклятия, а были лишь словами, употребляемыми арабами тогда. И даже сейчас это есть. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, любил Муаза, он бы никогда не пожелал ему смерти. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прямо говорил Муазу, что любит его. Затем сказал, «А разве будут ввергать людей лицами в огонь за что-либо, кроме клеветнических речей?» Поэтому часто говорят, «Придерживай свой язык. Язык твой, конь твой. Если ты сбережешь его, сбережет тебя. Распустишь его, унизит». То есть язык может стать причиной того, что человек будет брошен в огонь ада. Да убережет нас Аллах. Если не бояться Аллаха в том, что говорить. Как говорится, «Придерживай свой язык, о человек, пусть он не ужалит тебя, ведь язык твой, как змей». Или, «Сколько в могилах тех, кого страшились города, а убили их собственные языки». А Аллаху известно лучше. Мир и благословение пророку Мухаммаду саляллаху алейхи и салям.